Я включил запись, да-да-да, окей. Мы, как всегда, с молитвой в сердце, мы с вами продолжаем изучение книги пророка Шмуэля, Шмуэля Алиф, который рассказывает о важнейших моментах нашей истории, как вы, наверное, уже сами и смогли убедиться. Мы говорили с вами о том, как сыновья Израиля отвергли пророка. Не то, чтобы они отвергли его пророка как пророка, но отвергли его как руководителя народа, обсуждали причины о том, что человеку трудно жить, когда пророк возглавляет народ, и все проблемы решает молитвой и чудесами. Мы видели, что Всевышний поставил царя Шауля, как просили сыновья Израиля, как у всех народов, но тут как бы сложная ситуация поставить царя, ответить на просьбу сыновей Израиля, поставить царя, как у всех народов, невозможно. Сыновья Израиля не как все народы, как будто как у всех народов. Царь Израиля должен быть высоко духовным человеком. Он должен слушать пророка, не только слушать, понимать пророка, до как бы глубины души, всем сердцем следовать за пророком для этого. Как мы с вами видели, пророк Шмуэль, когда он перед тем, как помазать наше Шауля на царство, он дал ему пророческий опыт. Этот пророческий опыт возвысил Шауля, приблизил его к пониманию духовных миров. И главное, должен был дать ему желание такое следовать за пророком и понимание того, что своим разумом, своими размышлениями не всегда можно решить проблему. Конечно, нельзя полагаться на чудо. Это правило, которое действует постоянно. Но, тем не менее, когда пророк говорит, тут вот это правило уже отступает на задний план. Слово пророка, оно обязательно к исполнению. И мы увидели с вами, что Шауль оказался в таком раздвоенном положении, скажем, в раздвоенном состоянии, можно сказать, когда с одной стороны, да, он понимает, что надо следовать за пророком, с другой стороны, он не может отключить свои, как бы, рациональные соображения, рациональный анализ. И он пытается совместить эти вещи, и слово пророка, и свое радство, тем, что он комментирует слова пророка и находит для слов пророка не максимальное, так сказать, не максимальное, как сказать, это звучание, не максимальный смысл, если, так можно сказать, пойти и сделать до конца. Он находит какое-то оправдание тому, что он не выполнит повеление пророка до конца. Но он не представляет себе, что он не выполнит повеление пророка до конца. Он находит объяснение, что пророк сказал, а понимать нужно так-то и так. Пример мы можем привести с вами, мы должны понять ситуацию, можем привести с вами Абраама и связывание Ицхака, эпизод связывания Ицхака, момент очень трудный, который сам по себе требует объяснения. Мы остановимся только на одном моменте. Всевышний говорит Абрааму, возьми своего сына, единственного любимого Ицхака, и подними его, подними его, как жертву всесожжения. Выражение я ле гу ле о ла, подними его, как жертву всесожжения, можно понимать двоято. Абраам мог бы сказать себе, что подними его, но Всевышний же не сказал, принеси его в жертву, сожги его. Он не сказал, он сказал, подними. Я могу представить себе, говорит Абраам, что я могу понять, я, наверное, должен понять, мог бы сказать себе Абраам, что подними его на жертвенник, положи его на жертвенник, но не нужно его приносить в жертву. У Абраама, если так можно позволительно сказать, была такая опция понять это выражение ва ле гу ла ла, подними его, жертву всесожжения, подними его на жертвенник, совершенно необязательно зарезать его, совершенно необязательно даже нож с собой брать, подними его на жертвенник, посвяти его в жертву. Нет, Абраам не понимает. Он идет принести сына в жертву. Верит он до конца, что он принесет сына в жертву, и что-нибудь не случится по дороге. Всевышний не переменит, так сказать, свое решение или что-то. Это одно. Но пророчество-то он помнит до конца. И он идет с этим пророчеством. Что будет дальше? Это другое. Но пророчество, слова пророчества он не столковал, так сказать, до конца. Подними на жертвенник – это значит принести в жертву. Это как бы правильный подход к пророчеству, потому что всегда можно найти какую-то середину половину, какие-то отходные моменты. И понимать нужно, в общем-то, то, что сказал пророк, нужно понимать до конца. Не толковать, не растолковывать, не придумывать все промежуточные моменты. Если истребить народ, это истребить народ Амалека. Тут делать нечего, говорить не о чем. Не нужно говорить о том, что это истребить его духовно, морально, заставить царя поклясться, что больше не будет такого народа Амалек, в смысле, что он оставит идею войны с сыновьями Израиля и так далее. И получил приказ пророка, нужно было это делать до конца. И вот мы на этом моменте остановились. Мы помним с вами, что Всевышний говорит Шмуэлю о том, что Шауль не будет больше царем. Произойдет это сразу или не сразу, это непонятно, но он не будет больше царем. А Всевышний выбрал себе человека по сердцу своему. И вот по сердцу своему очень важно. И мы с вами говорили, что по сердцу своему это тот, кто чувствует сердцем желание Всевышнего. Еще раньше, чем Всевышний скажет ему, как было сказано тому же самому Аврааму, нашему братцу, Идалехлифанай, ходи передо мной, говорит ему Всевышний. Но ходил с Всевышним, а Авраам ходил перед Всевышним. Что значит идти со Всевышним? Это исполнять его приказания. Что значит идти перед Всевышним? Это угадывать, угадывать желание Всевышнего, исполнять его до конца, как бы притворять его в жизнь. В этом, собственно, есть и любовь. Потому что человек, который любит, он знает или может угадать желание того, кого он любит. Вот, если я немножко повторился, я думаю, все равно нам это на пользу. И дальше мы с вами переходим к следующей главе, к 16 главе, который нам расскажет об избрании Давида. Вот, сейчас я у меня совершенно по непонятным причинам опять включаюсь та же проблема. Хорошо, это не важно. Вот, я сейчас подниму тот файл, который мне нужен, и потом сделаю разделение экрана. Одну секунду. Что у нас здесь делается? Несколько секунд. Вот, надеюсь, сейчас мы с вами сможем. Теперь я потерял, где же у меня экран. Где же у меня экран? Просто я вас не вижу, и не вижу там, где я могу перейти. А, секунду, да. Все. Секунду, секунду, секунду. Вот, очень неудобно, то, что у меня вот так вот не дает мне поднять все два цены. Так, 16 глава. Да, я надеюсь, мы ее видим. Пусть всех усилий. Я надеюсь, что мы видим ее. Правильно? Да, да, видим. Отлично. Отлично. Да. Давид будет помазан из-за рога. И мы с вами говорили, что это как бы два разные символа. Рог, он указывает на силу, на то, что как бы рог, он выше головы животного, и он указывает на какой-то уровень, который выше головы. И вот оттуда приходит благословение для царя. А кувшин не несет в себе такого, не несет в себе такого образа. Он просто сосуд. А вот здесь рог. Рог, он и символ силы, которая приходит совершенно как бы с другого уровня, с уровня нерационального, иррационального. И он символ вечности. Так должен быть помазан Давид из рога. Возможно, если бы обстоятельства сложились по-другому, то это бы не имело такого большого значения. И Шауль смог бы утвердиться на царстве, несмотря на то, что он был помазан из кувшина. Масло, которое нужно взять шмуэлю, оно хранится в мешкане. И оно было изготовлено еще в маше. Именно этим маслом, которым были освещены мешканы, его сосуды, этим маслом должен быть помазан царь на царство. И как мы представляем себе, то это также важно, что маше, он все, что он делал, это было вечно. Существует предположение, что Шауль был помазан, одна из версий Гемары, что Шауль был помазан не маслом, которое хранилось в мешкане, а маслом афорсимон, дорогим маслом, которое можно, в то время не росло в Израиле, но его можно было достать, купить. И именно этим маслом шмуэль помазал в Шауле. Также вот разница, это рог вместо кувшина у Давида и масло из мешкана вместо дорогого масла афорсимон, которым Шмуэль сказал благословение. Но, тем не менее, это не масло, которое изготовлено в маше. Иди, пошлю я тебя к Ишаю из города Бейт-Лехе. Видимо, Ишай, он довольно известная личность, и Шмуэлю не нужно разъяснять, кто он такой. Мы можем представить с вами легко, что Ишай – это потомок Боаза и Руд, и Руд родился Овед, у Овед родился Ишай, у Ишай родился Давид. И это нам важно в том плане, в том сложном плане построения, который здесь есть, касается Галахи, о том, что нельзя жениться на Моавитянке. И Моавитянке, то есть я начал не с того конца, нельзя выйти замуж за Моавитянина или Аманитянина, которые даже приняли геюль. Они могут, Аманитяне и Моавитяне, могут составлять только отдельную общину. Однако, эта Галаха относится не к женщинам, а к мужчинам. Но мы представляем себе, что на протяжении поколений, которые прошли с периода прихода в землю Израиля, Галаха несколько была забыта. И многие полагали, и мудрецы Торы, что Аманитяне и Моавитяне, когда говорится в Торе, то это относится и к женщинам. К женщинам это не относится, но такое мнение уже распространилось. И посмотрим, что из всего этого вытекает. В данный момент, как бы это не играет роли, нам только важно, что Ишай, человек известный, о нем говорят, что он был одним из величайших мудрецов Торы, одним из величайших людей в колене Иуды. В Эйплехем, как мы представляемся, это город в колене Иуды. И говорят, что когда он говорил слова Торы, то к нему собиралось 600 тысяч человек. Естественно, можно представить себе, что 600 тысяч человек к нему не собиралось, но приходило большое число людей. И то, что нам, когда говорят, что к нему собиралось 600 тысяч человек, хотят сказать, а когда хочется сказать, что его слова были очень важные, очень значительные, почти так же, как слова, которые прозвучали с горы Синай и должны были передаваться из поколения в поколение. Это как бы тот образ, который берет и когда, когда она говорит, что к Ишаю приходило 600 тысяч человек. И вот Всевышний говорит, иди к Ишаю, ибо увидел я среди сыновей его царя для себя. Хорошо? Значит, Ишай человек необычный, потомок необычных людей, Бооза и Руд, праведника Овида, потомок праведника Овида, и Всевышний увидел среди сыновей Ишая себе царя. Все замечательно. Неожиданно реакция Шмуэля. И сказал Шмуэль, как я пойду, ведь услышит Шауль и убьет меня. Здесь можно увидеть разные моменты. Можно увидеть, что у Шмуэля по-прежнему как бы есть такой внутренний протест против того, чтобы Шауля заменить на кого-то другого. Он не очень хочет исполнять это поручение Всевышнего, и он как бы ищет предлог, отговорку. Но Гемара не вдаётся в, скажем, в тонкие моменты психологии, которые можно вынуть, как бы, вычленить, которые можно вычленить из этой ситуации. Она нам говорит о другом, тоже очень важном моменте. Она нам говорит Кедушин, 39-й лист, он нам рассказывает о том, что Шмуэль, да, Шмуэль должен был бы положиться на Всевышнего. Всевышний говорит иди и помажь царя. А он вдруг как бы описывает ситуацию Всевышнему и говорит, я сейчас пойду. Но это же бунт против царя. И кто гарантирует, что царь не казнит меня? Вот у царя есть право казнить всякого, кто бунтует против него. Я буду кричать, что я пророк, я получил повеление от Всевышнего, а он возьмет, а он не послушает и свяжет меня и казнит. Ведь такая же ситуация может сложиться, как бы говорит Шмуэль Всевышнему. И отсюда мы учим очень интересный момент. момент, который как раз мы с вами много раз обсуждали и вспоминали, что не полагаются на чудо. Вот отсюда как бы это мудрицы знают это правило, но подтверждают вот этой ситуации не полагаются на чудо. То есть как мы можем здесь убедить ситуацию? Конечно, Шмуэль должен пойти и исполнить Слово Всевышнего. Конечно, он не хочет сказать Всевышнему, что я не пойду. Это опасно и я не пойду. Конечно, речь не об этом. Пророк должен исполнять Слово Всевышнего в любой ситуации и это с одной стороны. С другой стороны должна быть надежда, что тот, кто исполняет заповедь, исполняет Слово Всевышнего, он не пострадает, что Всевышний защитит его, и то, и другое присутствует. И поэтому мы можем с вами понять слова Шмуэля только таким образом, что если у меня если у меня скажем есть лестница, и у нее ветхие ступеньки, которые могут подломиться подо мной, и ты Всевышний посылаешь меня идти по этой лестнице, я, конечно, пойду. Но все-таки ты мне скажи раз, здесь не заповедь, как я это должен сделать. Может, я сначала должен починить эту лестницу? Может, ты мне даешь время починить эту лестницу? Я не должен сразу карабкаться по ней, я не должен рассчитывать, я не должен рассчитывать на чудо. Общее правило, что я не должен рассчитывать на чудо. Сейчас ты меня посылаешь, я не могу не пойти, но ты мне объясни, может быть, я все-таки должен починить эту лестницу? В этом смысле следует понять смысл по вашему велю, а не как отказ его исполнять слово Всевышнего. Мы уже из этого учим, что не полагаются на чудо. Ни в какой ситуации не полагаются на чудо, и даже пророк, когда Всевышний посылает его о ситуации опасной, он переспрашивает его, что же не делать, не полагая, что он не пойдет, а он спрашивает, как не сделать. И сказал Бог. Этот момент очень важный, потому что это место из Гемария часто просто не анализируется и пропускается. Вот Моэль сказал. Он сказал, сказал, значит, он не пойдет. Нам очень важно понимать, что он фактически просит разъяснений. Другое дело, что из этой фразы мы можем предположить, что вылезает наружу его нежелание. Он не побежал, сразу не спрашивает, что это пожалуйста. Но главное то, что он не собирается не исполнять Слово Всевышнего. Нет у него протеста против этого. Он требует разъяснений. И сказал Бог, телиться из стада крупного скота возьми с собой, скажи, зарезать мирную жертву Богу пришел я. Всевышний, как он часто говорил Маше, он говорит, смотри, ты прав. Вот как бы. То есть он принимает слова пророка и говорит, что это действительно опасно. Ты сделай так, чтобы никто не заподозрил, что ты пришел к Кишаю и помазал кого-то на царство. Надо сказать, что у Шауля в каждом месте есть соглядатые. Видимо, так была устроена власть в прошлом, и она сегодня так устроена, что нужно знать, что происходит в стране, и даже за пророком, которому ты должен подчиняться, за ним все равно установлена слежка. Может быть, за такими людьми, как Ишай, которые знатные люди из колена Иуды, за ними тоже как бы есть глаз. Всевышний говорит ему, возьмите лицо, как будто ты пошел принести с собой жертву, и скажи, зарез мирную жертву пришел я. Из этого в скобках мы можем увидеть с вами очень интересный момент, что Шамуэль и после того, как он был отвергнут народом как наставник, как руководитель, как тот, кто, в общем-то, стоит по главе народа, он не прекратил, после того, как был избран Шауль царем, он не прекратил ходить с места на место, он не прекратил решать проблемы людей, их духовные проблемы, а иногда и материальные проблемы, и судить, устанавливать справедливости, решать биологические проблемы, а главное, стремился вдохнуть дух в весь народ, и как он, будучи, когда он стоял во главе народа, он ходил с места на место, так он продолжал ходить с места на место, и потом, и вот это для него обычное дело, иначе бы это не сработало, вот, Шауль пошел быть леким, раньше он в каком-то другом городе, сейчас он пошел быть леким, взял пилицу, принести жертву, и за этой трапезой и возвышенной такой, обсудить дела с главами города, с главами коленой иуды, и позовешь Ишая на зарезание, позовешь на жертву самого Ишая, и поведаю я тебе, что делать, и помажешь мне того, о котором я скажу тебе, что это он, тогда не будет подозрительно, если ты останешься ночевать в доме, в доме Ишая, в доме самого важного и уважаемого человека в Байплехеме, это ни у кого не вызовет позозрения, и сделал Шмуэль то, о чем говорил Бог, и пришел в Байплехем, и встревожились старейшины города, и поспешили навстречу, и мы сказали, с миром приход твой, приход Шмуэля не вызывал настороженность, Шмуэль часто посещал места, там, где было что-то не в порядке, для того, чтобы поучать людей, для того, чтобы что-то исправить, вот когда он приходит, и он спрашивает, что у нас не в порядке, или ты пришел просто проведать нас, выяснить, что у нас происходит, или ты уже знаешь, что у нас не в порядке, и сказал, с миром для зарезания жертвы Богу пришел, и осветите себя, и приходите со мной на зарезание жертвы, и осветил Ишай его сыновей и позвал их на зарезание жертвы, осветил, очистил, по законам очищения, по правилам снятия ритуальной чистоты, было, когда они пришли и увидели, и увидел Шмуэль Ильява, старший сын Ишая Ильяв, и сказал, не иначе, как вот перед Богом стоит Машир помазанных Ильява. И это очень сильный тоже момент. Принесли жертву, пришли в дом Ишая, теперь здесь, в доме Ишая, Шмуэль знает, что Всевышнего укажет ему царя. Он смотрит, и он видит кого-то похожего на Шауля, потому что он представляет себе царя как Шауля, высокий, красивый, представительный, сильный, может выйти перед народом и повести его за собой, смелый. Это то, что нужно. Это Шмуэль, это пророк, и он не видит тех свойств, которые должны быть у царя, которого избрал Всевышний. И это само по себе тоже очень момент, очень сильный, который нужно нам отметить, что царь Израиля, он человек скрытый, он настолько высокий, его духовность настолько высокая, высокая, что она оказывается непостижимой даже пророком высочайшего уровня. Она иная. Как можно представить? Трудно говорить о духовных мирах, трудно разделять их по полочкам, но мы можем себе представить, как бы об этом говорит Равку, очень часто есть такая книга «Зероним», как бы «Зерна посевы», вот он там часто в таком моменте есть как бы разное раскрытие духовности. Одно раскрытие духовности, это оно ближе пророкам, когда вдруг раскрываются небеса. вдруг я просто здесь прошу выключить кого-то звук, пытаясь попросить людей. Спасибо большое. Теперь нам нужно представить такой момент, тоже важный момент. есть, скажем, пророчество Ихискееля, которое начинается с того, что и раскрылись небеса. Или как Иотов, когда он спит на горе Мурият, скажем, просыпается и говорит «Зеа шарлы шамайм» – это ворота, это ворота в небесе, это ворота в небеса. Небеса мы сейчас не будем как бы рассматривать все моменты, связанные с пророчеством, я подробно постарался их описать по многим источникам, разным источникам, включая, кстати говоря, и Алье Каплана, такого интереснейшего исследователя еврейского, религиозного, естественно, попытался описать, что такое небеса, какие бывают стадии входа в пророчество, все мы это видим из книги Ихискелия. Нам здесь важно, скажем, попробовать представить себе, что есть духовный мир, который отделен от человека. Мы с вами говорили, что небеса, наши мудрецы понимают в трактате Хадига как Шам Майм. Шам Майм – небеса, Шам Майм – там вода, то есть духовный мир похож на воду, до которой никогда нельзя дотянуться, она всегда там, ты протягиваешь рог, чтобы его схватить, она всегда отдаляется, эта вода там. Но с другой стороны, если у тебя есть способности, ты ее можешь почувствовать, почувствовать ее близость этой воды, то есть иными словами, близость духовного мира, граница между материальным и духовным миром, который их разделяет, называется небеса. И они небеса, они тоже там же. То есть ты их не можешь возить. Когда пророк говорит, что раскрылись небеса, это значит, он как бы соединился с духовным миром. Произошло чудо своего рода, которое не происходит обычно с людьми, пророк соединился с духовным миром, раскрылись небеса. Бывает другое высокое состояние человека, которое, может быть, трудно назвать пророческим. Вот когда раскрылись небеса, это ближе к пророческому состоянию бывает, когда раскрылось сердце. Не небеса, а сердце. То есть как бы если так можно сказать, для того, чтобы приблизиться к духовности, можно подниматься, стремиться к небесам, а можно стремиться вглубь, вглубь самого себя, вглубь своей души, пытаться узнать свою душу, которая создана по образу и подобию Всевышнего, может быть, это еще один уровень, другой уровень, это раскрылось сердце. Раскрылось сердце, это значит весь мир превратился в слово Всевышнего. Сердце чувствует близость Всевышнего, и оно понимает этот мир как слово Всевышнего, то есть каждое мгновение без того, что Всевышний обращается к человеку, он понимает его речь. Может быть, иногда более четко, может, иногда менее четко, но этот человек в любом случае он направлен на ощущение Всевышнего повсюду, не только ощущение, а понимание смысла через саму природу, которая, как мы тоже с вами говорили, создана речью. Что значит мир создан речью? Всевышний говорит с нами. Он говорил с нами с горы Синай, как бы, если так можно сказать, раскрыв небеса и спустившись с небес, образно говоря. И он говорит с нами через мир материальный, потому что он создан с вами. Весь мир это слово Всевышнего. И вот есть человек уникальный, может быть, единственный за всю историю. Может быть, на него похож еще его сын будет похож его сын Шламо, человек уникальный, который сердцем, который, скажем, пророчество берет сердцем, и он берет его не через небеса, а из глубины природы. Я бы с большой осторожностью помню о том, что такое сравнение может быть очень проблематично, и не для того, чтобы искать точное сравнение, как образное сравнение. Я бы сказал, это похоже на философию Спиноза. Спиноза говорит, что мир бесконечен, мир бесконечен, и он сам как бы по себе мир божественен. То есть его можно раскрывать, этот мир без конца, идти, скажем, если так можно представить себя вглубь атома, не знаю, мысли спиноза категориями Декарта, категориями атома, думаю, что нет, но мы в наше время образом, можно сказать, раскрывая как бы атом до конца идти вглубь, вглубь, вглубь. Вот мира можно таким образом. Только пожалуйста, не ловите меня на слове, не говорите никогда, что, скажем, я сказал, что философия спиноза, она годится для иудаизма. Нет, не годится, просто как образ, как образ, что есть мир, который божественный. Спиноза может понимать по-своему, мы это понимаем совершенно, совершенно по-своему, и при случае можно, скажем, подчеркнуть разницу. Здесь это только как образ, чтобы понять Давида. Давид идет по миру, и, в общем-то, его понять трудно. И пророк его даже, пророку его трудно понять, потому что пророк берет свою духовность, когда раскрываются небеса. А Давид ему не нужно раскрыть небес. Он идет, как бы, да, и его сердце ощущает весь мир, ощущает близость Всевышнего. Близость к нему Всевышнего ощущает через мир и понимает, старается понять мир, как речь Всевышнего. Это Давид, и это Шмуэль с его представлением, и почему Шмуэль ошибается. Иначе трудно представить себе, почему Шмуэль оживается, он же не маленький ребенок, но просто его свойства совершенно другое, чем свойства Давида. И царя он представляет себе иначе. И сказал Бог Шмуэлю, сейчас мы с вами через, я увижу, что вот тут есть уже поднятые руки и все и так далее, мы сейчас с вами через немножко я постараюсь дать возможность вам задать вопросы и постараюсь на них ответить, насколько смогу. И сказал Бог Шмуэлю, не смотри на внешность его и на высоту роста его, ибо отверг я его, ибо не то, что видит человек открыто в боку, ибо человек видит глазами, а Бог видит и судит потому, что в сердце. Вы представляете? Это Всевышний говорит Шмуэлю, пророку, которого сильнее не было на свете, но, может быть, с Машеема можно сравнить, Маше выше его, а так не было пророка сильнее, чем Шмуэль, и ему Всевышний говорит, ты, говорит, не смотри глазами, ты ничего не видишь. Грубо говоря, ты не понимаешь, да, потому что человек, даже ты, смотри глазами, а Бог смотрит по сердцу, да, Он смотрит в сердце, Он видит в сердце, да, и Он видит, что у человека в сердце. И здесь мы еще раз можем представить себя, вспомнить то, о чем мы только что с вами говорили, разницу между восприятием пророка, восприятием его духовного мира, который приходит к нему как бы извне, да, но тут трудно объяснить до конца, можно как бы образно тоже включить свое-то извне, Всевышний дает ему видение, он видит, духовный мир раскрывается для него, да, и человеком, как Давид, который видит сердце, ему не нужно, чтобы что-то раскрывалось, ему не нужно, чтобы что-то разламывалось, ему не нужно отбрасывать материальный мир, он этот материальный мир понимает, как слово Всевышнего понимает в своем сердце. Уникальный человек, которого не было, подобно которому трудно представить в нашей истории, если только не разве его сын, сын Шламов, не дальше, так как Шмуэль, уникальный пророк, так и Давид, уникальный человек. И мы понимаем, кого нашел в себе Всевышний, чтобы он возглавил избранный народ. Человек, о котором ты, может быть, никогда не скажешь, что он пророк, не получает пророчества, но он человек супер пророк, если так можно сказать, которому не нужно пророчества, он идет со Всевышним, постоянно идет со Всевышним, идет по миру и воспринимает его, как речь Всевышнего. И позвал Ишай Авенадаба, и Шай зовет своих сыновей. Конечно, Шмуэль ему объяснил, зачем он пришел в его дом. Вот, он зовет Авенадаба и провел его перед Шмуэлем и сказал Шмуэль, и этого не избрал Бог. Уже Шмуэль начинает понимать, что ненужно Всевышним. Он же не видит то, что ненужно Всевышним, а то, что ненужно Всевышним, он уже начинает понимать. И провел Ишай Шама, и сказал Шмуэль, и этого не избрал Бог, и провел Ишай семерых сыновей своих перед Шмуэлем, и сказал Шмуэль Ишаю, не избрал Бог этих. Ужасная ситуация. Ужасная ситуация. Ишай провел всех своих сыновей, и Всевышний, который привел в этот дом Шмуэля, сказав ему, что он там укажет ему царя, нет там этого царя. Что нужно понимать? Как это нужно понимать? Что теперь делать? Непонятно. Непонятно. Кто должен быть царем? Совершенно непонятно. А главное, как исполнить повеление Всевышнего, который привел в этот дом, чтобы ты помазал царя. Нельзя же не исполнить повеление Всевышнего. И оба они в растерянности. И сказал Шмуэль Ишаю. Все ли это юноши? И сказал Ишай. Остался еще один младший. И вот он пасет мелкий скот. И сказал Шмуэль Ишаю. Пошли-ка кого-нибудь, и пусть приведут его. И мы не начнем трапезу, пока он не придет сюда. Если мы просто читаем, не задумываемся, и пошли они, и пришли во мне, и сели, и покушали, и заблагословили, да, так это пожалуйста. Но если мы на секунду задумываемся о той ситуации, которая возникает, то понимаем, что здесь происходит что-то сверхстранное. Пока Шмуэль не спрашивает Ишая, тот не говорит, что у него есть еще один сын, который пасет скот. Пошли кого-нибудь, и пусть приведут его. И мы не начнем трапезу, пока он не придет сюда. Сын этот все-таки находится не где-то в данный момент, находится не где-то на каком-то расстоянии, где-то там далеко в пещерах Медвар и Вуда, пустыни Вуда. Он все-таки где-то, где можно послать и позвать его. Что же Шай-то не послал и не позвал его? И, ну, хорошо, он, может, маленький, он, может, невзрачный, он, может быть, последний, кого может представить царем. Но когда уже исчерпаны все сыновья, и когда Шмуэль говорит, и этого не избрал последнего седьмого, и не избрал Всевышний, и они у Вова в недоумении, что же ты, Ишай, не скажешь, что есть еще один? Остался еще один и скажешь. Пока Шмуэль как бы не спрашивает, Ишай не говорит. Ишай не говорит. И понятно, что ситуация очень странная. Она раскрывается через метраж, через гемару. И можно сказать, что она очень странная, нереальная, нежизненная. Но это только если мы представляем себе наш мир. А если мы на секунду перенесемся в Бейтлехе почти три тысячи лет назад и представим себе там Ишая, великого мудреца, то тогда вот и эта история, она как бы вписывается более-менее в рассказ. Вот Ишай, великий мудрец Торы, знающий все ходы и выходы, все голоходы, все духовные миры и так далее, он в какой-то момент, он потомокрут, Моавитянки. И он в какой-то момент заподозренно решил, что он не имел права жениться на еврейской женщине, потому что сказано про потом, про Моавитян и про самих, и про самих Моавитян, про их потомков, они не могут пойти в общество Израиля никогда до России, десятые поколения имеются в виду, никогда не могут войти в общество Всевышнего. Закон такой, что если кто-то женился на еврейке, незаконно, скажем, из Моавитян или потомков Моавитян попринял Дью, или Моавитянки, Моавитян, скажем, чтобы не забыться, кто принял Дью, то ребенок, он несет на себе как бы испорченность, он не может жениться на еврейке. Вот Ишай, человек, который трепещет перед Богом, всем сердцем, который мудрец Тори, он думает, что есть вот Галахай, что закон относится к Моавитянам, к Моавитянам, но он не относится к женщинам из Омона и из Моава. Кто знает этот закон? Боа знал этот закон. Кто еще знает этот закон? Боа знал этот закон больше, его прадед Ишайя. Он знал этот прадед, дед Ишайя. Он знал этот закон. Кто еще? Как-то не видно. Откуда Боа знал этот закон? Не видно. Надо было бы восстановить традицию. Традицию восстановить трудно. Ты бы Ишайя пошел к Шмуэлю и спросил у него. Он глава народа и как и как и как мудрец Тори. А спросил он, нет, Ишайя не пошел к Шмуэлю. И он решил, что брак его с женой, с его женой, он незаконный. С одной стороны, он не хочет расторгать брак, потому что это как бы нежелательно с точки зрения Торы. С другой стороны, он не хочет продолжать этот брак, потому что он боится, что этот брак запрещен Торой. Он взял и отослал ее. Отослал ее жить отдельно, более-менее в Угенении. Она живет там. Она живет. Она родила ребенка. Теперь она пойди знай. Она родила его, скажем, да. пойди знай, когда она забеременела, от кого она забеременела. Есть соседи, есть разговоры. Складывается такая ситуация, когда Ишай начинает скрывать этого ребенка. Не хочет, чтобы он был на виду. Он отсылает этого ребенка подальше пасти скот. И Давид, как мы увидим дальше, он не всегда пасет скот где-то там недалеко, что за ним можно, так сказать, сбегать. Он очень часто пасет скот там, где люди туда не заходят со скотом. Пасет очень далеко, уходит далеко. Только, чтобы люди не видели его. Отец не хочет, так он сто раз не хочет, чтобы его люди видели, если есть какие-то проблемы. И он привык быть один, отдаляться от людей, избегать людей, даже других пастухов, не пересекаться с ними в пустыне. Это Дамид. все, что у него есть, это Всевышний. Можно обсуждать моральный облик Ишая и все его сомнения. Я бы не стал это делать. Нужно просто принять, что есть человек, который боится Всевышнего, и Всевышний для него больше всего, как бы больше всего на свете, и отношение к женщине тогда не так, как наше время. Надо искать какой-то выход, а он не ищет, он идет до конца в своем понимании. И Дамид остается, можно сказать, между стульев, можно сказать, остается в пустыне. И когда Шемуэ говорит Ишаю, есть ли у тебя здесь кто-то еще? Ишай, как мы можем представить себе, если он был человек не очень пожилой в это время, мы можем представить себе, что он посидел в одну секунду. Пророк вывел его на чистую воду. он открыл ребенка, который он предпочитал скрывать, про которого соседи говорят, что он вообще незаконно рожный, потому что он это ослал мать и подъездной, когда началась беременность с матери, когда она одна жила, когда не жена, он не развелся с ней, короче, полный, полный как бы конгломерат обстоятельств. И он предпочитает скрывать этого ребенка, Шемуэ говорит ему, есть ли здесь кто-нибудь у тебя? Ну, пропало дело. Перед пророком не скроешься. Приводят Давида и послали, и привели его, и он с кожей и волосами красноватого оттенка. Человек может быть странноватый, немножко чуть красноватый оттенок. Не похож, кстати, на всех своих братьев, что тоже вызывает домыслы и разговоры соседей, которые видели его там мельком или когда, когда он родился, да, с красивыми глазами и хорош на вид. Как он хорош на вид? Есть такая, да, мы, скажем, нужно понять, что, скажем, что есть красота такая, когда духовность соединяется с материей и духовность она становится главной, может быть, материя, она еще тоже важна, да, там руки, ноги должны присутствовать у человека, быть как бы, да, но она уже главная, да, и с красивыми глазами и хорош на вид, хорош на вид, его душа преобладает над материей, и тут ничего не сделаешь. Когда смотришь на него, то ощущаешь, что возникает ощущение, красоты, об ощущении красоты, мы еще дальше с вами поговорим, да, и сказал Бог, встань, помажь его, ибо это он, да, кошмар, кто мог это предвидеть, кто мог это зазнать, Мишай, который всегда скрывал своего ребенка, скрывал Давида от всех, он мог думать, что Давид будет выбран царем, взял уж мой рог с маслом, да, и Медраж говорит о том, что рог сам наполнился маслом до конца, когда он поднялся, начал подниматься, чтобы выблеснуться, и помазал его среди братьев его, и опустился дух Бога среди братьев его братьев, то есть, что здесь важно, среди братьев его братьев видели, братьев знают, и опустился дух Бога на Давида, и пребывал на нем с того дня и дальше, и стал шмуэн, и пошел в раму, да, здесь мы с вами остановимся, пожалуйста, если у кого-то набрались какие-то вопросы, остановить демонстрацию, я делаю, я вижу опять вас, кого лица, кого заставки, пожалуйста, если... Можно вопрос, да, Раф? Да. Раф, можно? Да, да. Два вопроса, одна просьба. Первое, не очень понятно, когда Рут сказала, что Науми Бог мой, Бог твой, это Бог мой, то, как мы говорим, что она приняла ГИЮР. Это что, запрещено Аммавитянке принимать ГИЮР, и, а если она приняла ГИЮР, то какая она Аммавитянка? Объясняю, да, объясняю ситуацию, да, есть народ ОМОНа и МААВа, для которого есть отдельный запрет в Торе, с ними даже здороваться нельзя, при этом, при этом, можете сказать, что странная ситуация, при этом они могут принять ГИЮР, ОМОН и МААВ, как мужчины, так и женщины. Дальше, есть ГАЛАХА, которая передавалась из поколения в поколение, и которой знал ГУАЗ, и которую мы можем проследить как бы все эти перипетии в книге РУД, одни знают эту ГАЛАХУ, другие не знают эту ГАЛАХУ, но мы сейчас не будем спускаться от книги РУД, просто примем, что есть ГАЛАХА отдельная, которая говорит, что это правило, что когда Аммонитяне или МААВитяне принимают ГИЮР, они не могут жениться на еврейской женщине, они могут заключать только браки внутри себя, это правило относится к мужчинам, но не к женщинам. На этом основании БААЗ женился на РУД. То есть ситуация такова, что ГИЮР принять могут, но даже приняв ГИЮР, Всевышний говорит, что они не могут войти в общество Израиля. Мы представляем себе, что сегодня закон никоим образом не действует, потому что все народы перемешаны, мы не знаем, кто из кого приходит, но во времена Бейтлэхеми мы видим, когда пришла РУД, возник этот вопрос и ВАЗ сказал, что я женюсь на ней. Она приняла ГИЮР, она мавитянка, но к женщинам это не относится, я женюсь на ней. Прошло два поколения, Галаху не помнят, Галаху не помнят, и Шай, величайший мудрец, начинает сомневаться в этой Галахе, что женщине, да, можно было выйти замуж за еврея, то есть войти в Кагаль, и она вышла совершенно законно за Боаза, он начинает в этом сомневаться, и он думает, что он несет на себе испорченность поколений, что ей нельзя было это делать, а родившимся ребенку тоже нельзя было делать обиду его отцу, а теперь ему нельзя жениться на еврейке, он не знает, что делать, да, и как человек, который трясется, от страха перед Всевышним, он принимает решение не туда и не сюда, развестись, это тоже заповедь, то есть действие, которое не угодно, а вдруг он не должен разведиться, а продолжает брак, он тоже не знает, пока все выяснится, обстоятельства, так отправим ее жить отдельно, эти обстоятельства 30 лет еще выяснялись, он не мог выяснить, тоже несколько по своей гене, потому что надо обратиться к Шмуэлю, Шмуэль был носителем Галахи, источника передачи из поколения в поколение, не только пророк на левую сторону, он ему сказал бы сразу, но нет, по тем или иным причинам он к Шмуэль не обратился, да, спасибо большое, очень ясно, я хочу продолжить, я кончу, а потом другие, хорошо, тогда я правильно понял, что он, Исаис женился на Геерат, да, то есть он женился на Геерат, тогда получается это не еврейка, которая родила ему семь сыновей, да, сколько там больше? Почему? Это его жена, она ему родила семь сыновей, его жена, он там, если та еврейка, он ее отверг, потому что она еврейка, значит, новая жена не еврейка? Правильно, нет, значит, то, что вы, то, что вы говорите, это правильно, Давид, это восьмой, Давид, это восьмой сын, Давид, это восьмой сын, от той же женщины, от той же жены, да, просто эти родились до того, до всех его сомнений, да, и раньше, чем у него родились, раньше, чем у него родились сомнения, они были все люди, праведные, видные, да, и жили в США, и он не стал их никуда не отправлять, и, да, потом есть, есть такое правило, есть такое правило, если ты, если кто-то сомневается в родословной, допустим, подвергает родословную, сомнению родословной матери, он не может подвергнуть родословную сыновей, да, с Давидом была, и когда он, сыновья остались жить, жили с ними, да, скажем, он тоже не знал, что им с ними делать, но если свою родословную отвергает сомнению, это не значит, что он может сразу же подвергнуть сомнению родословной сыновей, с женой получилось, с женой получилась ситуация, что он отослал ее, она родила ребенка, ребенок не похож ни на кого, да, да, понял, потому что ребенок не похож по этому, потому что не очень непонятно начинается, да, он его по-моему скрывает, и прячет, потому что родился неизвестно когда, родился не похож на кого, чтобы он, он может ее и не подозревает, но такие разговоры вокруг, что он прячет просто этого ребенка, чтобы не было разговора, чтобы не бросали тень на великого мурица Тома. Спасибо большое. Да, я понял, спасибо большое, Рабжиев, а скажите, вы сказали, что это вы опираетесь на гемару, вы обычно говорите, какая гемара, если можно, и в продолжение тоже не вопрос, а просьба, вы сказали, что вы можете провести занятие по сравнению философии спиноза, почему она, это было бы, честно, мне очень интересно, или можете дать ссылку, где вы это уже писали, или говорили, можно сказать, ловим на слове. Гемара, это сангидрин, если я не ошибаюсь. Я найду, достаточно. Теперь, по поводу философии спинозы, вообще, как бы, развитие философской мысли и сравнение ее с иудаизмом, это интересная тема, но я не берусь, честно, проводить занятия сейчас. Ну, хорошо. Я думал, вы сказали, что если мы захотели, я так воспоминал. Извините, а вы... Дайте мне докончить, ну, что вы, я не понимаю, дайте мне докончить, не будете спрашивать. Ну, все правы, вы спрашиваете очень правильный вопрос и хороший. С другой стороны, люди получат, у нас не так много времени. Ну, хорошо, но какая-то, я впервые, по-моему, за уже год, наверное, первый раз спрашиваю. Дайте мне спросить тогда. Хорошо. Ладно. Вопрос можно, Ранзеев? Ну, я же не кончил, ну, дайте ответить мне ему, ну, что вы, я не понимал. Да, но я думал, что я ответил, вы знаете... А нет, на ссылочку, у вас есть ссылка? Насчет шпиноза ссылка есть? Вы это писали? Или вы... Нет, отсылки нет. Ссылки нет. Тогда спасибо. Хорошо. Спасибо. Так. Ранзеев, вопрос можно, да? Да, да. Только, чтобы все мирно было и тихо. Хорошо. Давай. Вопрос можно, да? Да. Ранзеев, по поводу Шауля, какого в итоге резюме этого эксперимента, какой божественный замысел в этом эксперименте с Шаулиным? Он был, значит, благословение Якова был дом Ягуды, так сказать, и был благословлен. И, скрипя сердце, Шмуэль его благословил, скрипя сердце, Шмуэль его отстранил. Ну, по, так сказать, я говорю Богу. Каков божественный замысел с Шаулиным? Божественный замысел Шаулиным, понимаете, всегда, во-первых, ну, как можно, как можно решать за Всевышнего, если напрямую не сказано? Ну, так, если погадать, можем представить себе так. Во-первых, всегда есть два варианта. Два варианта. Справится одно, не справится другое. Справился бы Шауль, взял бы эту линию, потому, что слушать пророка до конца, не комментировать его слова, а стараться по максимуму исполнять пророчество, было бы одно. И ситуация была бы выиграна. Теперь ситуация не была выиграна. Какой, скажем, замысел Всевышнего, если так можно, сказать на эту ситуацию? То есть, что мы из этого учим, короче говоря, из дации, что царь Израиля человек уникальный. Во-первых, сыновья Израиля не могут без пророчества. Пророчество не могут без пророчества. Пророчество должно пониматься беспрекословно. И царь должен исполнять пророчество беспрекословно. Дальше мы видим, что этот урок не был полностью усвоен. Не был полностью усвоен. Это мы отсюда учим. И мы учим, насколько уникальный человек должен быть царь Израиль. Для того, чтобы руководить народом, подходил Шмуэль. Пророк, сильнейший пророк. Шмуэль был отвергнут. Дальше что? Дальше должен быть человек, который похож на пророка, но не пророка. Потому что пророка не примут. Пророка уже отвергнут. И Всевышний дает человека, который идет, передвигается в материальном мире. Он не получает пророчества, он не получает показания, но его волю Всевышнего, он знает всем сердцем, это уникальность. Еврейский народ не может жить с руководителями, которые не привязаны ко Всевышнему всем сердцем, которые не ощущают Всевышнего всем сердцем. Временно, как-то, что-то, но исполнить свое предназначение, исполнить свою цель народ может только с уникальным человеком, который привязан всем сердцем ко Всевышнему. Это примерно тот урок, который мы можем изучать. и вы спрашиваете, какой замок Всевышнего, трудно сказать, но по крайней мере Всевышний показал, показал, что только пророк или человек, который привязан всем сердцем к Всевышнему, может возглавлять народ. Это не то, что можем представить Равзеев, можно вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а когда уже Ишаю стало известно, что это сын от него? Что стало известно, что сын от него? Я думаю, что ему было всегда известно, просто из-за соседей, из-за разговоров он предпочел скрывать его, отсылать его, чтобы он не был на глазах, чтобы о нем не говорили, чтобы забыли о нем. Он большую часть времени проводил в пустыне. То есть у него не было сомнений, что это сын не от него? Думаю, что нет. Все вот это не важно было. Не при Шмуэле он это понял. Нет, я думаю, что у него не было сомнений, просто ситуация и мы с вами видим, что Давид он такой человек, что с самого детства, с самого малого возраста рассказывали вещи неприятные. Есть что-то еще, что мы можем обсудить? Окей. Тогда можем попытаться вернуться к тексту на с вами секунду. Секунду. Так, текст у нас есть, мне осталось только его поднять, чтобы продолжить. Сейчас попробуем. Так. Видим с вами текст? Да. я бы хотел сказать, отметить момент, значит, что есть красота. Есть много определений красоты, есть современное философское определение красоты, называется сенсорное ощущение, сенсорное ощущение совершенства. Думаю, что это мало кому помогает. Естественно, что и Платон, и Пифагор занимались определением красоты. Нам сейчас совершенно не обязательно даваться в эти подробности. Для нас красота, она раскрывается как через слово Яфе. Опять же, может быть, мы говорили об этом, но здесь это место, когда это можно повторить. Яфе, оно состоит из двух слов. Еш, Пе, есть уста. То есть красота, ощущение красоты возникает тогда, когда ты понимаешь, ощущаешь, что за чем-то видимым скрывается что-то невидимое, и вот видимая природа, скажем, она является устами, которая тебе, если не рассказывает, то хочет что-то рассказать о духовном мире. Когда у тебя возникает такое ощущение, это есть ощущение красоты. у Маорала очень интересное ощущение определения красоты, что он говорит о том, что красота возникает тогда, когда совмещаются две противоположности. В нашем плане мы можем сказать, что, скажем, какое-то хотя бы совмещение духовного и материального мира, это есть совмещение противоположностей, именно оно вызывает ощущение красоты. Но самое главное, как бы, это устание. Только ты чувствуешь, что кто-то скрывается за этим материальным миром, а может быть, духовный мир скрывается, может быть, ты чувствуешь единое начало, которое скрывается за этим материальным миром, но ты и понимаешь, что есть смысл, в каждом и каждом творении есть смысл, оно что-то говорит, оно несет в себе какой-то смысл, это есть красота. Когда говорится о Давиде, что он с красивыми глазами, как мы здесь с вами видели, с красивыми глазами и хорош на вид. С красивыми глазами это не то, что у него глаза красивые, а его глаза видят красоту. Так часто бывает в Торе, она описывает, как бы меняет субъект и объект, меняет местами. Это глаза, которые видят красоту. Теперь и дальше говорится, и дух Бога отошел от Шауля и смутил его дурной дух от Бога. Всевышний никогда не смутил дурной дух от Бога. У нас есть несколько моментов подобных в пророках. В принципе, Всевышний не посылает дурной Бог, дух не посылает дух пророчества, который запутает пророка. У нас есть такие моменты похожие, в книге Малахи Малик есть. Каждый такой момент требует объяснения, что произошло. Здесь дурной дух от Бога имеется в виду вот что. Божественный дух особый, который пришел как благословение к Шаулю через Шмуэля, через Маипу Шмуэля, через помазание, через то, что было до помазания когда он приблизил Шауля к духовному миру, пророчеству, этот дух отошел от Шауля, потому что фактически Шауль перестал быть царем. Но когда человек вот так вот теряет духовный уровень, особенно когда этот уровень пророческий или похож на пророческий уровень, божественный дух, он вдруг уходит, сам по себе уход этого духа это нечто если так можно сказать дурное, не то, что обязательно дурной дух, как объясняет Мальбин, а Шаулю стало тяжело, Шаулю стало тяжело, и поэтому можно было бы сказать, если бы кто-то мог представить себе его состояние, то он мог бы сказать, что Всевышний послал ему дурной дух, послал ему мрачное настроение, послал ему депрессию, на самом деле это не то, что Всевышний послал, он забрал свой дух, и человек оказался в таком тяжелом состоянии, и сказали слуги Шаулю ему, вот ведь дух Всесильного дурной смущает тебя, что они ему говорят, они ему говорят, как бы, как врачи сказали бы сегодня, заболел, ну а что, скажем, душевная, духовная болезнь тоже болезнь, дух Всесильного дурной смущает тебя, то есть никто не требует от них глубокого понимания того, что Всевышний не посылает специально дурной дух, они говорят то, что они представляют, как мы с вами сказали, что людям могли так сказать, но они так и говорят, дурной дух смущает тебя, прикажи, пожалуйста, господин наши рабы твои, которые перед тобой поищут человека, знающего, как играть на кино, видимо, есть свои методы лечения депрессии, как мне видите, говорят, марашхура, такого депрессивного состояния, и врачи знают, что тут нужны музыкальные инструменты, нужна музыка, может быть, определенные мелодии, а еще нужен особый человек, который, если не пророк, то человек высокодуховный, у раби Нахмана есть интересное замечание, он говорит о том, что запрещено слушать музыку от плохого человека, который играет плохой человек, он дает это прямо как запрет тоже, не знаю, должны ли мы с этим соотноситься или нет, но, по крайней мере, замечание такое очень интересное раби Нахмана, что музыка передает дух, музыка передает дух. Мы с вами впоследствии также в книге Малахим, Малахим Бен, мы увидим, что Илиша, который не может пророчествовать по тем иным причинам, что-то произошло, он просит, чтобы перед ним играли на музыкальных инструментах, чтобы божественный дух вернулся к нему, и он смог произнести пророчество, да, то есть это не какой-то случайный момент, а есть свои методы, есть свои методы лечения, и понятно, что духовное состояние человека плохое, оно тоже воспринимается как болезнь, и знаю, как это лечить, и, по крайней мере, как можно попытаться это вылечить, да, нам найти человека, не всякий человек это может, человек высоко духовный, чистый человек, он может музыкой помочь исправить вот такое депрессивное состояние, да, и случится будет на тебе дух сесильного дурной, и заиграет он, перемирая струны рукой его, и хорошо станет тебе, да, точно, да, мы знаем это, как вот сегодня аспирин, мы знаем, что это работает, да, и он не сказал, что услугам его найдите мне человека, хорошо играющего, приведите его ко мне, да, он просит человека, хорошо играющего, да, вот там, что касается его духовных качеств, это вы разберетесь, я то, что понимаю, мне нужен хорошо играющий человек, да, и ответил один из юношей и сказал, да, стоит перед ним один из юношей и сказал, вот видел я сына у Ишая из города Бейтлэхи, ну, дела, как бы сказали мы, да, все знает, наверное, наверное, ходил по пятам за Шаулем, за Шмуэлем, ходил за Шмуэлем, наверное, где-то был в доме Ишая, если не попал в доме Ишая, то расспрашивал там, что это сюда как бы пророков занесло, так сказать, в доме Ишая, вот видел я сына у Ишая из города Бейтлэхи, не все, как мы понимаем, видели этого сына, не все знают о нем, а он вот видел, умеющего играть, так он еще знает, что Давид умеет играть, да, где это он интересно, где это интересно знает, я надо полагать, что Давид, если играл, да, то не играл только где-то в пустыне, не на людях, да, ни на каких свадьбах, ни на каких пырах он не играл, и сильного, и смелого, кто тебя спрашивал, да, сильного и смелого, зачем это, да, надо было человека, который умеет играть, и человека, и человека войны, то есть человека отважного, человека, который может выйти на войну, и понимающего суть всякого дела, умеющего понимать смысл вещей, да, человека привлекательного, то есть на вид привлекательного, может быть, некрасивого, он уже не дает ему такую оценку красивого, как человека привлекательного, и бог с ним, да, бог с ним, наши мудрецы говорят, что галаха, как Давид, но понятно, что это не только галаха, как Давид, а есть ощущение, что божественное присутствие идет, божественное присутствие идет с ним, говорят, что этот человек, да, это никто иной, как начальник разведки Шауля, внутренней разведки, это Дорик, он тоже мудрец, тоже человек, очень проницательный, и который, безусловно, либо пошел за Шмуэлем понять, куда это он так отлучился неожиданно, и если он не понял, всю ситуацию и не был в доме у Ишая, то уж он потом расспросил у кого-то, что же там происходило, да, ему рассказали, да, что послали за сыном, которого Ишай скрывает, да, вот привели его, привели его в дом Ишая, зачем привели, он не знает, что помазали, но он понимает, так как человек проницательный, он понимает, что там неладное, он расспрашивает про, выясняет про Давида, люди, наверное, говорят разные вещи, мало кто знает его Давида, говорят разные вещи, но он составляет портрет, да, портрет верный, да, портрет верный, вот, и мало того, что он знает, что он играет, он еще, оказывается, человек смелый, да, как он мог это понять, и он уходит один в пустыне, совершенно невероятные какие-то места, где разбойники, дикие, дикие звери, он туда уходит, да, человек войны, да, он, а как он себя защищает от разбойников, наверное, он умеет себя защитить, наверное, он знает приемы, может спрятаться где-то, напасть неожиданно, а как же он иначе в пустыне, если он не человек войны, да, и понимает суть всякого дела, да, то есть смотрит, как бы, в корень зрит, как-то он и этот момент уловил, да, человека превратительного и Бог с ним, да, конечно, хорошо, легко сказать, что Голокам, как Давид, да, и вот, но понятно, что он, он говорит, что этот человек, который, который один, с детства, который не мог выжить в этой ситуации никоим образом, как он выжил, Бог с ним, чтобы Бог всегда идет, Бог всегда идет, и это единственное, что объясняет, как этот человек выжил до сих пор, как он сохранился в пустыне, вот, как, и, на, единственное, что можно сказать о нем, или как бы суммировать все, что о нем сказано, это Бог с ним, да, и послал Шауль посланцев к Ишаю и сказал, пришли ко мне Давида, сына твоего, который ходит с мелким скотом, все знает уже, да, ему до им все рассказал, и взял Ишай осла, да, навьюченного хлебом, и мех, вина, и козленка одного, и послал с Давидом, сыном, своим Шауль, Шауль, царю принято приносить подарок, нужен ему подарок, или не нужен подарок, знак уважения, каждый человек, сколько, что он может, если у него есть какое-то дело к царю, он приходит с, приходит с даром, если только он не идет на суд, когда идут на суд, царю тут невозможно, если он идет как проситель, или что-то, что касается других людей, он может принести дар, если же он идет на суд, тут, конечно, дар совершенно не уместен, и пришел Давид к Шаулю, и стоял перед ним, и полюбил его Шауль очень, и стал Давид его оруженосцем, да, то есть, мы можем представить, что Давид вообще просто как-то вызывал симпатию у людей, только если они начинали судачить о том, как он произошел, как он появился на свет, значит, его мама, она там не загрешила ли она, когда она жила одна, если в нем начинали судачить, то он был человеком очень привлекательным, тянуло к нему людей, тянуло к нему людей, мы понимаем, почему тянуло к нему людей, потому что духовность, чистая, высокая, она всегда привлекает, а вот такой связи, как бы с духовным миром, естественная, если так можно сказать, через материальный мир не было ни у кого, кроме Давида, и он был привлекательным для людей, а Шауль, которому не хватало этой духовности, не хватало близости божественного духа, он сразу привязался к Давиду, потому что он чувствовал за ним что-то, что, приближаясь к нему, само по себе, успокаивает его, дает ему какое-то ощущение полноты, исчезает то ощущение нехватки, чего-то самого главного, маждого, ущербности, оно исчезает, когда Давид появляется возле него, и он привязался к нему, и послал Шауль к Кишаю сказать, пусть находится Давид передо мной, и выношел он милость в глазах моих. И было тогда был дух всесильного дурной на Шауле, и брал Давид кинул, и играл, перебирая струны рукой своей, и становилось легче Шаулю, и хорошо было ему, и уходил от него дурной дух. На этом заканчивается 16 глава, мы можем с вами затронуть немножко 17, но давайте мы сначала лучше остановимся и посмотрим, есть ли у нас вопросы. Если вопросов нет, мы затронем следующую главу. Пожалуйста, если кто-то хочет спросить, я вас... Андрей, вопрос может? Да, да. Разве я знал все, кроме того, что он помазан? То есть процесс помазания был интимный процесс, да? Ишай знал. Но мы видим, что перед сыновьями Ишая Шауль помазал Давида. Ну так естественно, что перед Ишаем тоже. Перед сыновьями, да, сыновья знали, да? Адвуэк не знал. Сыновья знали, и Ишай знал. А Шауль пока не знал, пока. Шауль не знал, безусловно. Зачем же ему говорить, когда уже от Всевышнего известно, что надо скрываться. Это как заповедь Всевышнего, что надо скрываться. Грубо говоря, голову оторвать. Но еще будет прав. То есть разведка не равням нашей сегодняшней. Спасибо. Абзеев, скажите, пожалуйста, как вы считаете все-таки, что за музыкальный инструмент, инструмент кино? Я деталей никаких не могу сказать, понятия не имею. Мы знаем, что музыкальные инструменты, которые были в храме, это загадка. Кенор, единственное, что мы можем сказать, что кенор, он имеет форму сердца. Кенор называется все, что имеет форму сердца. Это может быть арфа. Наверняка это не смычковый инструмент, потому что смычковых инструментов тогда или не было, или они были очень, скажем, не очень развиты были тогда, смычковые инструменты. Безусловно, это не духовный, не духовой инструмент, как можем представить себя. Кенор, это то, что имеет форму сердца. Отсюда и название Кенери. Озеро Кенери. Оно похоже на сердце. Оно называет отсюда название Кенери. То, что можно сказать, Раф Риэль Сраэль занимался воссозданием инструментов для храма. У него есть целый ряд инструментов по темным комментариям, описаниям. Но это тоже по принципу, то, что можно сделать, то, что можно знать на сегодняшний момент. с вами на сегодняшний момент. То есть ничего точного, определенного здесь нет. Окей. Хорошо. Есть что-то еще, что хочется спросить? Окей. Хорошо. Я думаю, что мы все-таки тогда с вами у нас осталось несколько минут. Я думаю, что мы не будем начинать с 17-ю главу. Я только хочу сказать, что немного понимая Давида, нам легче будет с вами понять и псалмы Давида. Реберемся мы до них еще раз? Нет, не знаю, но как бы саму книгу сама будет легче понять. То есть это книга, которая вся на эмоциях. В ней могут быть и философские проблемы, в ней могут быть жалобы Давида и то, что злодеи господствуют в мире. Но ко всему он подходит с эмоциональной точки зрения, с точки зрения сердца. Это то, что мы можем представить себе с вами и дальше постараемся поговорить о нем. То, что я хочу подчеркнуть, это, скажем, то, о чем мы с вами много раз говорили, это важность всех этих моментов и всех этих тем, которые мы с вами разбираем. Это фактически наша история и наша духовная история. Трудно представить себе человека, который принадлежит народу, не по папе, маме, или геюре, или что, о которой ментально принадлежит народу, который является частью народа, и он не знает своей истории, он просто не знаком с ней. К сожалению, этот ущерб такой, он присутствует сегодня и очень распространен в нашем обществе, когда люди, скажем, не знают своей истории или даже не понимают, что ее нужно знать, что над ней нужно подумать, нужно эти личности представить себе как-то. Да и читают Танах очень часто, либо сдаются какими-то вопросами очень поверхностями, вообще просто не сдаются вопросами, не читают текст Танаха, это невозможно просто. Изучение Танаха даже в таком плане, и не то, что даже, мы с вами довольно на глубоком уровне все это смотрим, но на таком уровне сегодня трудно встретить изучение Танаха и я как бы опять же благодарен всем, кто присоединяется к занятиям, и я уверяю вас, что мы решаем не только какие-то свои проблемы, там удовлетворяем, скажем, свое любопытство, мы решаем глобальную проблему, которая есть сегодня в еврейском народе, просто знакомство со своей историей, которая предполагает опять же историю духа. Хорошо, ладно, мы здесь тогда остановимся, попросим Натана закрыть запись и Натан нас слышит. Спасибо, Робзеев. Спасибо.